В Алматы начался пожар у дороги на въезде в сторону Медеу и Шумбулака. Горит сухостой. На место ЧП уже выехали спасатели, пожарные и добровольцы. Напомню, несколько дней назад в городе сгорела часть склона Койк-Тюбе неподалеку от телебашни. Полыхающий сухостой почти полсотни пожарных тушили несколько часов. Из-за большого возгорания ветра и сложного ландшафа на место ЧП отправили два вертолета. Между тем, в Карагандинской области горит Каркаролинский государственный национальный природный парк. Возгорание началось накануне вечером. Огонь охватил сухую траву, а после перекинулся на лесной массив. Казавиа лесохрана отправила вертолет на разведку охваченной пламенем территории. Предварительная площадь возгорания 70 гектаров. Огонь тушит свыше 140 спасателей, работников парка, егерей и добровольцев. Задействованы 13 единиц специальной техники. Казахстанские банки второго уровня и холдинг Байтирек помогут достроить ЛРТ в Нур-Султане. Об этом сегодня рассказал Аким столицы. Строительство крупного транспортного проекта возобновится в ближайшее время, как только поступят 600 миллионов долларов. Именно такую сумму выделят казахстанские финансовые институты. Напомню, после критики президента Касымжумарта Тукаева, проект легкорельсового транспорта был пересмотрен, а стоимость строительства значительно сокращена. Тенге ослаб из-за торговых войн двух мировых держав. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана. По его мнению, на изменение курса доллара повлияли внешние факторы – снижение мировых цен на нефть и ослабление российского рубля. 6,5 миллионов квадратных метров построили с начала года по всей стране. Об этом рассказали сегодня в правительстве представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития. По их словам, в эксплуатацию введено 55 849 квартир. Лидерами по строительству являются Туркестанская, Казлардинская и Кустанайская области. А вот в Мангистауском регионе, в городе Нур-Султан, темп возведения жилья снизился. Сотни жителей Арыси вовремя не узаконили свою недвижимость. Отсутствие документов осложняет ремонтно-восстановительные работы, сообщил на брифинге первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускимбаев. По его словам, решено в сжатые сроки оформить все бумаги на дома. На сегодняшний день выдано 600 временных технических паспортов. К тому же в городе остаются жилища, хозяева которых еще не вернулись после трагедии, из-за чего строители не могут приступить к реконструкции. В городе на данный момент отремонтировано почти 7 тысяч объектов. Много жилья, которое не пострадало от взрыва, оно само по себе ветхое. И поэтому эксперту очень сложно давать заключение. И мы сейчас совместную программу с Акиматов готовим, либо признаем его ветхием и будем по отдельной программе его восстанавливать, ремонтировать. В любом случае, это все жилье тоже будет восстановлено. Лишь 85% школ страны готовы к новому учебному году. Об этом сегодня говорили на заседании правительства. Как отметил министр образования Асхат Аймагамбетов, в этом году текущий ремонт проводится почти в 6700 школах. А капремонт предусмотрен в 323. Также ожидаются в новом учебном году школы примут больше 3 миллионов детей. Из них 405 тысяч первоклассники. Что касается капитального ремонта, то необходимо отметить, что местные исполнительные органы ежегодно недофинансируют ремонт школ, который приводит к росту аварийных школ. Учитывая, что 44% школ построены до 1980 года, Акиматам необходимо обеспечивать соответствующий объем финансирования на капитальный ремонт. В Павлодаре стартовала акция «Дорога в школу». В первые дни материальную помощь от спонсоров получили более полутора тысяч детей. 17 многодетным и малообеспеченным семьям в преддверии нового учебного года устроили настоящий праздник. Им вручили сертификаты на школьную форму и канцелярские товары. В благотворительном проекте активно участвуют и владельцы торговых домов, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Студентные местного колледжа, к примеру, вызвались бесплатно встреча ребят к первому сентября. На одного ребенка это около 20-30 тысяч будут уходить, потому что сейчас цены бешеные. Все дорого. Один костюм только 10 тысяч. Констовары вот это вот все, тысяч на 15 выходит. А так легче. То, что детям помогают, одевают констовары, одежда. Мы пришли, получили, очень рады. Большое спасибо школе, большое спасибо Акимату, соцпедагогу за проявленную заботу. Депутатами городского масляхата в рамках этой акции была оказана помощь на сумму более 2 миллионов тенге. Мы активно взаимодействуем со школами, которые говорят, каким семьям необходима помощь. Также на личных приемах и на приемах партии Муратан принимаем семьи и стараемся никого не оставлять без внимания. Теперь горожанам не обязательно ехать за справками в центры обслуживания населения и стоять в очередях. Уголок самообслуживания открыли в одном из торговых центров АКТАУ. Для удобства специалисты областного филиала госкорпорации установили ноутбук и принтер. При помощи электронной цифровой подписи жители могут воспользоваться более 30 услугами портала ЕГОВ самостоятельно. Работать уголок будет и в выходные дни. Аналогичные секторы самообслуживания планируется установить во всех крупных торговых домах. Это впервые и думаю очень удобно. Три минуты и я получил адресную справку. У нас ЦОН за городом. Теперь не обязательно ехать туда. Здесь можно получить адресные справки о наличии, например, несудимости справки, наркопсиходиспансерские. Пока наш специалист временно будет здесь сидеть обслуживать граждан, но в дальнейшем граждане должны будут самостоятельно получать. Сейчас мы начали по городу АКТАУ, но в дальнейшем в районных центрах тоже мы планируем это все вести. В Жамбылской области 158 молодых предпринимателей получили государственные гранты по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Из них 8 – люди с особыми потребностями. Для получения гранта в регионе провели конкурсный отбор. Лучшие проекты выберет специальная комиссия. Среди них развитие рыбного хозяйства, теплиц, производство древесного угля, изготовление пластиковых решеток на окна. Больше всего проектов представили предприниматели Тараза. Конкурс на получение грантов проводится ежегодно. После реализации проектов в регионе откроют 400 рабочих мест. Поступило 466 заявок от молодых предпринимателей. Конкурс проводился в рамках правил, утвержденных постановления правительства Республики Казахстан. В настоящее время проводится работа по заключению трехстороннего договора. Это между региональным координатором программы управления предпринимателем и фондом поддержки предпринимательства. В течение года два раза будет проводиться мониторинг программы по вопросу создания рабочих мест. Самый масштабный слет молодежи состоялся в столице. Более 1700 молодых людей с активной жизненной позицией собрались на набережной реки Есиль со всех регионов Казахстана в честь открытия шоу-программы проекта «Жастар Керуена». Хедлайнерами выступили звезды отечественной эстрады, кумиры нового поколения. Сегодня участники в сопровождении бренд-амбассадоров отправятся по семи направлениям страны для ознакомления с культурно-историческим наследием регионов Республики. Всего на проект из республиканского бюджета выделено 203 миллиона цинги. Напомню, проект «Жастар Керуена» создан для развития внутреннего туризма и интеграции молодежи. Лучшую казахскую бабушку, правильный чайный уголок и самую тонкую лепешку для бешпармака выбирали в Челябинской области. В приграничном с Казахстаном регионе Российской Федерации прошел фестиваль казахской культуры с символичным названием «Туранжир». Свои таланты показали национальные центры нескольких районов Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Пропустить такой праздник не смогла и кустанайская делегация. Фестиваль проходит уже шестой раз подряд. В этом году в нем, по предварительным данным, приняли участие больше 5000 человек. Мы все взяли сегодня современное, новое, то, что возрождается, то, что делается и принимается сегодня молодежью. Для нас это важно, чтобы сохранить и передать молодому поколению то, что было у наших предков. Выпуск завершен. Итоги дня мои коллеги подведут в 20 и 21 час. Я с вами прощаюсь.